Всем привет! Меня зовут Устам Салаватов. Я хочу представить вам наш проект, который мы два дня уже жестко хакатонили. Он называется life2film.com. Это сервис, который мы заявили как MVP. Существуем уже 4 года. За это время накопили базу 600 тысяч пользователей. Наши 5 человек в команде. Приехало четверо. Мы нашли хакатоне отличные ребята. Я представлю вам позже, когда они выйдут. Мы имеем инфраструктуру, которую мы полностью начали переделывать. И на этом хакатоне даже перекидели байплайн. У нас бэкенд на джанго, PS3, фронт на вую. Байплайн идет с помощью этой машины по шагам. Что мы делаем? Мы смонтируем видео. К нам загружается куча видео. И, например, если какое-то видео загрузить, например, с этого мероприятия. Мы попробовали до того, как хакатон делается видео и добавили какие-то фишки и что получилось после. Пожалуйста, можно видео включить? Это слева до и после одновременно. Пой. Пой, пожалуйста. Пой. Задача, которая стоит – это разрезать видео на части, на сегменты. Вторая задача – выбрать лучший момент, исплеивших их под музыку. Пойплайн работает так, что сперва идет кодирование, потом сегментация видео. Следующим этапом идет анализ разреза на фреймы. И фрейм анализируется определенным алгоритмом на поиск colorfulness, brightness, aesthetic и тому подобное. Мы добавили за хакатон еще поиск эмоций и лица на видео. А также разработали идею алгоритма новой сегментации. Можно переключить на него? Окей. Можно другой ноутбук подключить? Мы покажем демонстрацию работы, как стимулизировать сегменты. У нас просто аукон там подвесло, короче, видимо. Нет. У нас подключить система саморазвернута, то есть продукт сам как работает. Ну, хотя бы часть ауконизации пока нет. Вот. В данный момент мы поняли, что есть различные типы видео, которые надо по различным монтировать. И признаки, связанные с монтажом, их надо комбинировать в зависимости от задач. То есть наш следующим шагом, может быть, это поиск различных жанров автоматически. Мы также пытаемся работать с разметкой тегов, то есть на видео находятся различные признаки. Классы, которые используются для поиска и для монтажа. Мы стараемся делать так, чтобы наш сегмент стал социальной сетью. Своего рода какой-то новым ютубом, да, инстаграмом. Которая позволяет больше редактировать видео, больше позволяет фокусироваться вам на монтаже, не затрачивать, фокусироваться на съемке, не затрачивать время на монтаж. Время. Вот. Сейчас этот процесс рендера там запустился с алгоритм. Будет создана роль. Если есть, прошу прощения, если жюри позволят, они продемонстрируют в счет вашего времени. Да. Окей. 20 минута. Да. Да, спасибо. Сейчас флешка застанет на другой ноутбук. Как я понял, продукт доступен в Story, да? Нет, он не в Story, это в WebPersi. В WebPersi. Да, lifetunefilm.com. Но у нас есть как бы MVP, который мы там давно начали разрабатывать. Он доступен по адресу вуи.lifetunefilm.com. Там можно попробовать загрузить, посмотреть, что происходит с алгоритмом. Но это не то, что мы пока не добавили лица. Лица вот здесь пока нет. Но мы обязательно это доведем до ума. Возможно, фиксация будет интересно в дальнейшем сотрудничать. И мы бы готовы были там работать в сфере видео, имея какую-то компетенцию уже в этом. За эти годы скобили дату. И уже три года, как у него существует? Да. А почему мы мобильные приложения не делали? Мы делали больше на алгоритм. Мы делали на самом деле, мы пытались... Да, мы пытались тоже пытались мобильные приложения делать, но упором на камеру. То есть так, чтобы заставить людей лучше снимать видео. Потому что есть проблемы с тем, что люди не знают, как строить композицию. Сколько, как... То есть вот слева сейчас набадут результат. А справа — это то, чтобы... Вот видите белый фон? Старый алгоритм берет белый слон. Потому что, как бы, его не надо брать. Он дрался, как часть из них. Но даже не в принципе. Вот. Как бы... Разречить, на самом деле, очень тяжело, если я сразу с первого раза смотрю, да? Бывает так, что на самом деле... Хорошо с видео, что нету прямо такого, что очень плохо там. Сразу понятно. То есть, бывает сотни вариантов хорошо. То есть, когда режим антируется. То есть, поэтому можно генерироваться по-разному, давать людям экспериментироваться. На этом тоже и как. Возможно, мобильная версия? Да, конечно. Мы сейчас заняли как раз... Почему все перебили на джанго и backend pipeline? Чтобы подготовить GraphQL API для уже мобильных, как бы, клиентов. Потому что там, на самом деле, штабую накордуруют, что мобайл, который позволит нам вычисление делать уже частицами на процессоре, как бы, эту же делать технику, когда мы с алгоритмом будем принимать задачи. Особенно. Мы сразу хотели в SafeLite модельку подвести, но это долго просто. И потом мы стали... Да, мы привезли в SafeLite моделями различных джанг. Что вы используете для некопинга и контейнга? Используем инструменты, как App and Back, для того, чтобы трансказировать кодек после X264 и OpenX4 контейнг. Что с вами даетесь использовать на мобиле? На мобиле? Там частично, во-первых, процесс трансказирования тоже можно запустить в OpenBack. Частично OpenCV для анализа. И мы также думаем какие-то неровности запустить для эмоций, да еще чего-то. Так, чтобы пользователи не загружали облако в виде. Потому что сейчас очень много проблем с приватностью. Чтобы они произвели только какие-то обезличенные данные, и мы их заплатим на сервер. И большой алгоритм не выносить на крылья, а вот это четыре месяца. Спасибо. Уважаемые жюри, есть еще вопросы? Аплодисменты, пожалуйста, команде Владимирович. Спасибо. Спасибо.